Девушки отдыхают На правах человека мир заговорил после окончания Второй мировой войны, а 10 лет назад на мировом уровне была осмыслена проблема прав детей, родилась Конвенция о правах ребёнка, которую, как и большинство стран мира, ратифицировала Украина. В последнее время всё больше внимания в обществе стали уделять возможности детям принимать участие в решении вопросов, непосредственно касающихся их жизни. По результатам социологического опроса детей в возрасте от 9 до 17 лет, который проводился представительством УНИСЭФ в Украине, около 3% опрошенных детей отмечают, что права детей в Украине не нарушаются. 48% опрошенных считают, что права детей в Украине нарушаются часто, а 49% что права нарушаются иногда. Во всеобщей декларации прав человека отмечается, что ребёнок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая и надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. И в силу этого дети должны быть объектом особой защиты и помощи. Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное внимание международного сообщества. Ещё в 1924 году Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребёнка. Во всеобщей декларации прав человека отмечается, что ребёнок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая и надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. И в силу этого дети должны быть объектом особой защиты и помощи. В 1959 году ООН принимает декларацию прав ребёнка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. Однако время и положение детей потребовало от мирового сообщества принятие нового документа, в котором не просто декларировались права детей, но и на основе юридических норм фиксировались меры защиты этих прав. В период с 1979 по 1989 год Комиссия ООН по правам человека, в которой участвовали специалисты из многих стран мира, подготовила текст Конвенции о правах ребёнка. Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребёнка в обществе. Конвенция — это документ особого социально-нравственного значения, ибо она утверждает признание ребёнка частью человечества, недопустимость его дискриминации. Она провозглашает приоритет интересов детей перед потребностями государства, общества, религии и семьи. Семья и права ребёнка В основе возникновения правовых отношений между родителями и детьми лежит происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном порядке. Происхождение ребёнка от родителей, состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о браке родителей. Между родителями и детьми возникают правоотношения. Они бывают личными и имущественными. К личным правоотношениям относятся право ребёнка на имя, отчество и фамилию. Соответственно, право и обязанность родителей дать ребёнку имя, отчество и фамилию. Среди обязанностей родителей первое место занимает их обязанность воспитывать детей. Эта обязанность является одновременно и правом родителей. Давайте послушаем комментарий специалиста. Если говорить о родителях, которые являются наркоманами, то это усугубляет это психологическое состояние и ухудшает в дальнейшем как здоровье ребенка, психологическое, физическое здоровье, так и возможность стать успешным в жизни. Отношение к детям – это вопрос духовности общества. И можно какие угодно законы принимать, но они не будут работать. Поэтому родители не могут передать свое право на воспитание ребенка другому лицу, даже деду, бабушке, родственникам. Чтобы воспитывать детей, надо проживать с ними вместе, общаться с детьми, оказывать на них личное влияние. К сожалению, далеко не во всех семьях дело с воспитанием детей обстоит благополучно. Ежегодно в отделении милиции за различные преступления доставляется свыше 900 тысяч детей. 50 тысяч ребят уходят из семей и попадают в приемники распределителем. Если родители не выполняют своих обязанностей, осуществляют родительские обязанности в противоречии интересам детей, то такое поведение родителей может привести к применению санкции, выражающейся в лишении их родительских прав. Конечно, эта мера крайняя и исключительная. Она применяется только тогда, когда другие способы воздействия не дали результатов. А что об этом думают жители Одессы? Ну, больше имеет семья. Детский садик, да, и школа – это уже более второстепенно, тем более в наше время. С нашими школами, с нашими садиками, с нашими правами, и с нашими, и с правами детей. Посмотрите, вот здесь они растут. Вот здесь они в этой песочнице, где писают собаки, и как вот они здесь развиваются. Это не вся информация о правах ребёнка. В следующей программе мы продолжим рассмотрение этой темы. Освещение данной темы позволит стать более юридически подкованным и отстаивать свои права в рамках действующего законодательства. Но, конечно же, каждый вопрос индивидуален, и мы рекомендуем, прежде чем предпринять какие-либо действия, проконсультироваться у юриста. Обращайтесь в компанию «Аркада Гранд», телефон 73-73-008, 093-379-24-55 или по адресу улица лейтенанта Шмидта, 8. Материалы для программы «Закон налоги права» готовят специалисты компании «Аркада Гранд». При необходимости записывайтесь на индивидуальную консультацию по налоговому, юридическому или бухгалтерскому вопросу, а также задавайте вопросы для освещения в программе «Закон налоги права». Также обращайтесь по вопросу установки программного обеспечения, такого как Медок, 1С, Лига Закон, Динай, электронной отчетности под ключ, электронного документа оборота. Звоните по телефону 73-73-008, 093-379-24-55. Пишите на электронный адрес info-sobaka-arkada.net.ua Смотрите информацию на сайте www.arkada.net.ua Продолжение следует...